МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует гостеприимная хоккейная компания, и если вы готовы к ней присоединиться, вы увидите много интересного. Сегодня в программе. Двухсерийная сага Павла Савчика о главном Товгае Суперлиге. Хоккеисте Челеповецкой Северстали Александре Юдине. Основные темы программы глазами одной из главных молодых надежд российского хоккея Александра Овечкина. Меня зовут Александр Овечкин, я игрок московского «Динамо». Вы смотрите хоккейную компанию. Сильный защитник, очень габаритный, жесткий, очень хорошо дерется. Но иногда так страшновато против него играть, потому что смотришь на его лицо и думаешь, ему я как-то так... С МТВ? Да, алло, здравствуйте, это Павел. Приветствую вас. Вот так неожиданно началась эта история. Раздался звонок из Череповца, хоккеист Северстали Александр Юдин приглашал к себе в гости нашу съемочную группу. Мы знали, что у Юдина репутация отнюдь не поймальчика. И все же мы согласились. Так вот, уважаемые зрители, нас к себе в гости пригласил заслуженный мастер спорта, вице-чемпион мира, а также лучший кулачный боец чемпионата России Александр Юдин. И не в наших правилах от такого предложения отказываться. Наш путь лежит на Ярославский вокзал, а оттуда в Череповец. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Юдин работает против тех силовиков, которые наносят травмы или могут нанести травмы нашим форвардах. Я думаю, что это вам делает достойно. Юдин, Юдин, Завод! Юдин, Завод! Юдин, Завод! Кулачные боеи нужны в хоккее? Как маленькая пикантность. Знаете, как соус чили для хорошей еды. Вот я, например, с ним собираюсь завтра подраться. Как вы думаете, как у меня получится? Не, по-моему, неудачная идея. Ну вот через несколько минут я и выйду на полет. Немножко волнуюсь, нервничаю. Надо немножко размяться, потренироваться. Думаю, что в сегодняшнем поединке я побью Александра Юдина. Саша, ну скажи, пожалуйста, есть какое-то место на площадке, где, скажем, все называется, тебя манит магнитом, где тебе удобнее подраться? Или так и все равно где? Ну, место манит мне такое, скамейка страшников, но туда неохота идти, а остальные это... любое место приятное для катания, для игры. Перед тем, как подраться, что вот хоккеисты говорят в игру? Да нет, кто много говорит, тот не дерется. А кто профессионал вообще ничего не разговаривает, просто делает свое дело и все. Есть какая-то особенность, вот в отличие, скажем, от боксерского поединка в хоккейном? Ну, конечно, и очень много отличий. Тут свои рамки, как правило, дзюдо, самбо, ограничения, как на улице. На улице нет правила, а здесь определенные правила. Их надо соблюдать. Задача – это резкость. Просто, допустим, если резкость есть, то человек не успевает ничего делать. Раз, и все, и уже человек не готов. Ну, как бы это, хватаешь это. Это, как бы, дистанцию держишь и смотришь, как бы правильно захватить соперника. Именно захватить, не ударить? Не, можно сразу бить, но есть свои привилегии. Можно бить сразу, можно захватывать и так далее. Чем отличаются бойцы от простых? Вот, допустим, вот ты меня хватаешь, вот ты вот уже покойник. Смотри, раз, смотри, по примеру, бью, потом бью. Ну, просто суть заключается, если ты мне хватаешь правую руку, хватай. Я тебя хватаю, вот видишь, левую. Понимаешь? Если ты меня хватаешь эту, я тебя вот отсюда бью, потом снизу бью. Соперника самое главное расшатать, что ты на коньках вот не стоял, понимаешь? Расшатываешь, а в это время бьешь, знаешь? Уважаемый зритель, ну не подумайте, что хоккей на самом деле такая жесткая и грубая игра. Игра динамичная, везде столкновения, разговоры, и поэтому, как бы, это, как бы, столкновение обязательное, потому что друг к другу мужчины выясняют отношения. Это хорошо получается, других нет. Так что… Так что на самом деле смотрите вторую часть, и вы все поймете. Любое похожее деяние вне ледового поля может быть наказанием до 7 лет лишения свободы.